Друзья, всем большой привет! И в этом видео я хочу поговорить о такой теме, как 10 вещей, за которые вам не должно быть стыдно. 10 вещей, за которые вам не стоит извиняться. Я реально... Я выписала не все, конечно, не все, что там было, не все пункты, но именно те, которые очень близки мне на настоящий момент, и те пункты, над которыми я бы очень хотела поработать, и, быть может, это будет вам также очень близко. Мне было очень тяжело работать над этими пунктами, осознавать их, и это реально сложно, это тяжело. Те люди, которые говорят, хотите быть счастливым, будьте, хотите заниматься любимым делом, занимайтесь. Знаете, такие советы непонятные из женских журналов. Ну, как бы, с одной стороны, да, но с другой стороны, если было бы все так просто. И первый пункт, за который вам не должно быть стыдно, это за то, что вы кого-то или что-то любите. И, наверное, здесь речь идет не только о людях, о противоположном поле, да, но в целом даже о любви, как о таком всеобъемлющем понятии. То есть вам не должно быть стыдно за вашу любовь. Да и если вы даже испытываете какую-то безответную любовь, и понимаете, что с этим человеком у вас ничего не получится, но, как говорится, сердцу не прикажешь, вам не должно быть за это стыдно. Потому что я более чем уверена, что любовь – это такое чувство, которое могут испытывать только очень сильные люди. Ну, вы знаете, как многим детям, особенно мальчикам в детстве, навязывают, что проявлять любовь, проявлять симпатию какой-то девочке – это, типа, признак слабости. И поэтому они издеваются над бедными девочками, дергают их за косички, и в таком духе, типа, таким образом проявляя свою силу. Так вот, это абсолютное заблуждение, на мой взгляд. Проявление любви – это действительно сила, потому что проявлять ненависть, проявлять какие-то негативные эмоции, мне кажется, это проще простого. А ты попробуй проявить человеку любовь, да. Поэтому безответная любовь – явление, конечно, довольно распространенное. Но всё равно, если человек сильный, если он уважает себя, ценит себя, то рано или поздно он поймёт, что ни к чему хорошему это не приведёт. То есть время, время и ещё раз время. Также вам не должно быть стыдно, что вы любите что-то, что большинство людей не понимает и не принимает. Ну, например, вы любите собак, а кошек не любите, да. Вы любите путешествовать в северных странах, а ваши родственники предпочитают ехать в отпуск на юга, на моря, да. И они обижаются на вас, говорят, что вот так, ты нас не любишь и всё такое. Но вам не нравится. Вы любите северные страны, вы любите Скандинавию, вам хочется поехать на остров Франгеля, кормить белых медведей с руки. Почему? Почему вам должно быть за это стыдно? Ну, вы такой человек, вы такой, какой вы есть. Я тоже говорю не только для вас, но и для себя, потому что каждый пункт, он прям, знаете, эхом отдаётся в моём сердце, и мне так довольно сложно говорить об этом. Но я вот это говорю, и хочу, чтобы это как-то повлияло и на меня тоже. Второе — это умение говорить «нет». Вы не должны за это извиняться. Мне кажется, что с этим сталкивался каждый из нас, особенно в раннем детстве, в нашей юности, когда мы были ещё молодыми и зелёными, и считали, что весь мир — это просто божественная сказка, и что все люди — это прекрасные, добрые ангелы, и верхом на единорогах, то, конечно, где-то в подростковом возрасте почему, например, всякие ребята ударяются в различные субкультуры, становятся глотами, как я. Ну, потому что таким образом хочется как-то убежать в какой-то другой мир, спрятаться от реального мира за какой-то своей скорлупкой. Думаю, с этим многие из нас сталкивались. Но я с этим столкнулась, потому что я реально говорила почти всем. Если меня о чём-то просили, я говорила, да, я делала, потому что считала, чем больше добра я сделаю, чем больше я помогу человеку, тем больше мне зачтётся. Но, как показывает опыт, не все, оказывается, взрослые люди были хорошими людьми. Это был такой шок для меня. Я реально думала, взрослый человек не может быть плохим, он не может сделать тебе зло. Но жизнь она такая, поэтому стоит научиться видеть, конечно, человека, какой он есть на самом деле. Или это сложно, но с опытом это приходит. Люди манипулируют, люди используют, безусловно. Если вы не выработаете некий такой иммунитет к таким людям, ну, на мой взгляд, с опытом это реально приходит. С возрастом вы уже видите человека просто как на ладони. Поэтому стоит просто немножко набраться опыта и просто подумать, оно вам надо, зачем вам помогать какому-то дяде Васе, который потом своими собутыльниками будет вас обширить, какое бы говно. Помочь нам какой-то старушке, купить ей хлебушку, продуктов, перевезти через дорогу, это одно. А как бы другое дело говорить «да» тому, что вы вообще не приемлете, но делайте это, потому что якобы вам где-то что-то зачтется там после смерти. Вам не должно быть стыдно за ваши цели и мечты. Это то, с чем я сталкиваюсь постоянно в своей жизни. Конечно же, во многом это все идет с детства. Но нам правда должно быть стыдно за наши мечты, за наши цели, за наши планы, за наше какое-то будущее, которое мы хотели бы видеть в нашей жизни. Вы мечтаете, ну вот просто, вот совершенно для примера, вы хотите купить себе машину, Мерседес, допустим, но ваши родственники, ваши друзья говорят, зачем тебе нужно, это пустая трата денег, эта машина съест кучу семейного бюджета, ты будешь на нее тратиться, нервничать, можешь попасть в аварию и так далее. Пользуешься наземным транспортом, спокойнее будешь, зачем тебе это? Но вы без ума от Мерседесов, вам нравится немецкое качество. Вот и все. Почему вы должны отказывать себе в этом? Другое дело, если вам не нравится Мерседес, и ваши родственники просят вас купить Мерседес, потому что он лучше, чем, не знаю, Ford Focus, ну и так далее, друзья. Именно мечты делают нас самими собой, такими, какие мы есть на самом деле. Именно они придают нам какой-то смысл жизни и действительно раскрывают в нас самые лучшие стороны, на мой взгляд. Поэтому отказаться от мечт, отказаться от своих целей, это то же самое, что предать самого себя. Я прекрасно понимаю, что наши родственники, друзья, оказывают на нас очень большое влияние. Но в такие моменты, мне кажется, стоит вспомнить о том, что, да, мы любим их, очень любим, и они любят нас. Мы желаем друг другу только счастья, но все-таки вы живете эту жизнь самостоятельно. Вы приходите в этот мир в одиночестве и уходите в одиночестве, и вы будете с собой до конца ваших дней. Четвертый пункт, тоже такой необычный. Вам не должно быть стыдно за время, уделенное себе. Боже, какой эгоизм, можете сказать. Вы время уделяете себе, какой ужас. Но, с другой стороны, те люди, которые иногда, так скажем, балуют себя, да, уделяют себе время, не знаю, находят силы принять ванну, пойти на прогулку, послушать любимую музыку, или просто, не знаю, купить себе какое-то пирожное, они чувствуют себя гораздо счастливее, чем те люди, которые себе во всем отказывают. Я сейчас говорю даже не о гедонизме, не о каком-то эгоизме и чрезмерной какой-то любви к себе, но я говорю о том, что человек, который себя любит, он априори отдает больше любви остальным, потому что он умеет любить. Человек, который не уделяет себе времени, который за собой не следит, ни за здоровьем, ни за внешним видом, не прислушивается к своему организму, у него, знаете, в душе, ну, может образовываться некая такая черная дыра. То есть, ему будет сложно отдавать какой-то позитив в этот мир, помогать людям. Ну, собственно, вы понимаете, что невозможно отдавать свет, а внутри тебя тьма. Приобретая собственную силу, вы с легкостью можете помочь другим, и как минимум это собственным примером. Пятое, это одно из моих любимых и наболевших тем, это чувство вины за расставление приоритетов. У каждого из нас свои приоритеты в жизни, свои ориентиры. Кому-то важна семья, безусловно, кому-то важна карьера, кому-то саморазвитие, кто-то без ума, не знаю, от выращивания помидоров на своем участке и считает, что это дело всей его жизни. Боже мой, ради Бога, пожалуйста, мы все разные люди, и каждый из нас имеет право на свободу выбора, на свободу расстановки приоритетов в жизни. Мы можем очень часто слышать в свой адрес, что мы уделяем свое время и внимание не тем вещам, по мнению других людей. Например, вот я сейчас. Мне захотелось поснимать видео, потому что я считаю для себя это важным, мне это нравится. Я хочу делиться какой-то информацией со своими подписчиками и друзьями. Я ставлю приоритет на это. Но другой человек может сказать, что я страдаю какой-то хренью, что лучше бы я пошла, не знаю, прибралась в квартире, или, не знаю, пошла бы, помыла подъезд, или пошла бы на работу, в конце концов. Не знаю, ходила бы за продуктами, то есть занялась бы чем-то полезным. Этот человек отчасти будет прав, потому что для него это нормально. Но для меня нет. Я уважаю право и мнение этого человека, но приоритеты у всех людей разные. И на самом деле легко говорить, когда человек незнакомый. Но когда это ваш родной человек, довольно сложно принять, что он расставил приоритеты именно так. Но если вы его любите, если он любит вас, то вы априори будете его уважать, и его выбор, и его ценности. Шестой пункт. Вам не должно быть стыдно за то, что вы окончили или разорвали какие-то отношения, в которых вы чувствовали себя не самим собой. Причин может быть очень много. Он мог причинять вам боль, как душевную, так и физическую. И я знаю очень большое количество пар, которые держатся за такие нездоровые отношения, просто потому что боятся быть одни, боятся начать все сначала, теряя при этом себя, самоуважение, теряя веру в какие-то свои мечты и цели. И это чаще всего заканчивается очень болезненно. Потому что рано или поздно человек все-таки понимает, что жить так невозможно. Но чем больше он тянет, тем больше таких разочарований и проблем будет в будущем. Поэтому обычно в отношениях должно быть комфортно. В отношениях должно быть хорошо обеим сторонам. Это лучше, наверное, показать. Седьмой пункт. Вам не должно быть стыдно за ваше убеждение, за вашу точку зрения. Палка о двух концах на самом деле, потому что многие люди считают, что они могут высказываться о чем угодно, оскорблять других людей, навязывать свою точку зрения и так далее. Это немножко разные вещи. Ну, например, вы христианин, вы католик, вы мусульманин, вы сатанит, кто угодно. Вам не должно быть стыда за ваше убеждение. Но кричать об этом направо и налево тоже вы знаете не очень хорошо. Потому что человек может распознать это как камень в свой огород. Люди очень не любят, когда кто-то критикует их убеждение, кто-то пытается переманить их на другую сторону. Но, если у вас есть какая-то точка зрения, то не обязательно высказывать ее направо и налево. Это личная ваша точка зрения. Не нужно оскорблять других людей. То есть я говорю именно сейчас об уважении к другому человеку, уважении его личного пространства и его мировоззрении и приоритетов. То, что мы говорили ранее. Сильные личности не поддаются манипуляциям. Вы не должны извиняться за свои ожидания. То есть ожидание, чтобы какой-то человек сделал то-то, то-то. А этот человек вдруг этого не сделал. На самом деле вся наша жизнь, мне кажется, наполна каких-то ожиданий. Мы чего-то ждем от другого человека. Мы чего-то ждем от жизни, от судьбы. В итоге получается не так, как мы хотим. И мы очень расстраиваемся и начинаем винить другого человека или себя винить или обстоятельству, что угодно. В таких случаях нужно просто не надеяться на какой-то исход, который будет благополучен только для вас. Не ожидайте, друзья. Я сама этим очень сильно грешу. Частенько ожидаю от людей того, чего не стоило. И это нормально, потому что мы разные люди. Мы все не экстрасенсы, не ясновидящие. Не можем понять, о чем думает другой человек. Что у него в голове. Какие цели он преследует. И ни в коем случае не расстраивайтесь, если что-то идет не так. Может быть, оно к лучшему. Чаще всего, друзья, это все идет к лучшему. Какие-то проблемы в жизни появляются не просто так, а для того, чтобы открыть дверь в какое-то новое светлое будущее. Вот это, друзья, это стабильно и железно. Я уже, честно говоря, перестала расстраиваться, если мои планы рушатся, потому что потом жизнь предлагает несколько вариантов еще более лучших. не стыдиться тратить деньги на себя, потому что многие из нас экономят на всем. Экономят на, не знаю, колодках, на какой-то вкусняшке, на какой-то вещи, которая реально могла бы принести человеку удовлетворение. Ну, например, человек любит рисовать. Он мечтает купить себе мольберты, краски, например. Но он смотрит на свою квартиру и понимает, блин, ну это подождет, мне нужен новый чайник, старый совсем стал плохо. Или мне нужно отложить деньги на ремонт кухни. Или, ну, друзья, можете придумать все что угодно. То есть, такие траты, которые вроде как важны, но они могут подождать. Человек делает выбор в пользу не мольберты и красок. Потом сидит вечером и понимает, а туда ли он потратил деньги. Почему он чувствует себя таким несколько несчастным. Поэтому, друзья, прислушивайтесь к себе, прислушивайтесь к своим желаниям, потому что прожить без ремонта в кухне, мне кажется, вполне возможно. Ну, если только она не в каком-то постапокалипти... Опять это слово. Постапокалиптическом состоянии. Но если вам хочется творить, если вы чувствуете эту потребность, то почему вы должны себе в этом отказывать? Иногда стоит себя баловать. Да, я абсолютно в этом уверена. Ценить и любить себя, потому что потом вы будете с большей готовностью и отдачей отдавать что-то полезное и позитивное другим людям. Десятый пункт несколько необычен. вы не должны оправдывать поступки других людей. Вы знаете, многие люди, которые считают себя такими милостивыми, добрыми, скажем так, они часто оправдывают других людей. Но кто-то, например, оправдывает Гитлера, кто-то оправдывает каких-то маньяков, кто-то оправдывает своего мужа, который изменял на правый, на левый, или жену, которая... Ну, придумайте что-нибудь с моим друзьям. Ну, вы понимаете, да? Ну, здесь большая ошибка на самом деле, потому что я в свое время, будучи еще школьницей, очень часто оправдывала людей, которые ела не очень больно. Очень больно. Они могли просто подойти ко мне, просто хорошо и вежливо начать со мной говорить, и в душе я их уже пришала. Я не говорю о том, что нужно жить с обидой в душе. Обида и негатив разрушают нас. Но нужно просто отпускать эту ситуацию и просто не думать об этом. Как бы, конечно, сложно и странно это ни казалось. Но не оправдывать людей, которые сделали вам больно, потому что каждый человек отвечает сам за свои поступки. И поверьте мне, если он сделал вам очень больно и хреново, это ему еще аукнется. Может быть, не через вас, а через кого-то. Это уж такой закон кармы. Но оправдывать человека, говорить ему, ой, ну он так не хотел. Если человек это сделал, поверьте мне, он хотел это сделать. Не нужно хранить зла, какого-то обид. Просто примите это как данность и все. Но не нужно человека оправдывать. Каждый из нас сам себе хозяин. И каждый из нас разберется в этом самостоятельно. Так что, друзья, надеюсь, видео вам понравилось. Мне опять кажется, что я не сказала и более половины того, что хотела. Многие вещи я пустила по той причине, что вы так умные ребята, вы сами все прекрасно понимаете и вы сумеете как-то применить, скорее всего, эти 10 функтов к своей жизни и подумать над ними самостоятельно. Потому что у каждого из нас своя собственная жизнь, свое собственное мнение. Но вот именно эта тема была мне очень близка. И вот все, что я реально перечислила, это очень важная тема для меня в настоящий момент. И я очень надеюсь, что вам было интересно, что вы почерпнули что-то полезное и хорошее для себя. Поэтому, друзья, обязательно оставляйте свои комментарии внизу. Обязательно с интересом ознакомлюсь. И обязательно оставляйте запросы на следующие видео. Я буду с радостью их снимать и выполнять. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.